Студенческие протесты против политики жёсткой экономии в канадской провинции Квебек были жестоко подавлены полицией. Марш объявили незаконным. Против молодых людей применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ протестующие попытались перекрыть улицы Монреаля баррикадами. Демонстрации в регионе идут почти неделю. На акции протеста в Монреале и Квебеке вышли тысячи людей. Их недовольство вызвал недавно принятый местными властями бюджет, в котором впервые за семь лет предпринимается попытка погасить долги региона. Платой за это станут бюджетные сокращения в размере более 700 миллионов долларов, которые включают расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Протестующие требуют отмены нового финансового плана. Но Роларетта, активистка, выступающая против политики жёсткой экономии, утверждает, что в последнее время из местного бюджета изымается слишком много денег. «За несколько предыдущих лет из бюджета Квебека было изъято около 7 миллиардов долларов. Принимаются всё новые постановления о сокращениях в различных секторах экономики провинции. В этом году акции протеста против политики жёсткой экономии проходят практически каждый день. Многие из них проводятся общественными движениями и профсоюзами, но последние пару недель на улицы уходят студенты, а ответные меры полиции носят крайне агрессивный характер». Этот случай проявления полицейской жестокости произошёл 27 марта в ходе протеста в городе Квебек. «Вы только что видели, как полицейский выпустил в лицо девушки струю слезоточивого газа. Этот инцидент вызвал волну негодования и осуждения в интернете». По мнению Норы Лоретта, реакция стражей порядка на протесты в Квебеке переходит все границы. «Во вторник вечером одна из акций проходила недалеко от моего дома. В ней участвовали около сотни студентов. В это же время в городе проходил ещё один аналогичный марш. Несмотря на то, что студенты вели себя исключительно мирно, их всех арестовали. Перед тем, как отправить молодых людей в участок, их продержали на улице около трёх часов, хотя температура была минус 14 градусов. В тот день арестовали около трёхсот человек. Город Квебек очень небольшой, и тот факт, что об этих арестах вообще не упоминается в англоязычных СМИ и лишь немного во франкоязычных, настораживает меня больше всего». «Во вторник, я думаю, это, наверное, самое главное, что меня больше не интересует. МОЛСКИ